Ставить Шекспира всегда трогательно и волнительно, признаются на пресс-конференции руководители театра и артисты. Классическая постановка, востребованная на мировой сцене на протяжении многих веков, украсит репертуар любого театра. И это лучший вариант для открытия ТЮЗа. У нас практически аншлаги на все детские спектакли. А вот что дальше происходит, когда ребенок становится старшеклассником, когда он становится студентом. Вот для этой аудитории у нас как бы не было целевого предложения. Конечно же, они приходили и на взрослые спектакли, и еще как-то. И мы время от времени пытались по форуме спектакля «Слуга-благоспод». Помните, конечно же, это был шаг и попытка наша что-то для этой аудитории сделать. Воспитать молодого театрального зрителя – вот главная задача ТЮЗа. Громкое и известное название первого спектакля должно привлечь молодежь, уверен режиссер. По словам Юрия Попова, известная история о любви будет современной, но сохранит классические шекспировские идеи. Что касается того, что мы сейчас эту работу приурочили к ТЮЗу, прежде всего, это проблематика темы, которую мы поднимаем. Она должна касаться, скажем так, юношества, подросткового периода. Мы будем говорить об их проблемах, ну и, скажем так, о выходе из этих проблем. И в данной ситуации театр пробует взяться за это направление и тем самым еще несколько перестроит нашу работу, потому что мы хотим качественно сдвинуться в сторону того, чтобы как можно больше профессионалов участвовало в работе над тем или иным спектаклем. В роли Джульетты молодая актриса Кристина Чернева, Ромео Иван Николаиченко. Ему лишь 20. Выбор режиссера пал на молодые таланты. Сценического опыта у них еще мало, но страха сыграть эти роли не было. Скорее, ответственность, признаются артисты. Это некая такая для нас возможность, как для молодых специалистов, проявить себя. И даже, знаете, вот в первую очередь не чтобы кому-то доказать, а себе в первую очередь. 50 костюмов для артистов. На сцене много воздуха и минимум декораций. Главная сценическая одежда – канат. Для декораций приобрели 7,5 километров веревок, причем разного диаметра. За счет вот этого метража получился вот тот воздух, тот эффект, который мы с режиссером хотели. И все, что я хочу вам сейчас сказать. Дело в том, что остальное вы придете и увидите на сцене. Я получаю, честно вам скажу, получаю большое удовольствие, во-первых, любую с нашими актерами, что они делают на сцене. Получаю удовольствие, когда мы выстраиваем свет. Он очень интересный, и вы придете и увидите. За пластику в первом тюзовском спектакле «Коми» отвечает режиссер из Тюмени Светлана Скосырская. Свет ставит художник из Израиля Михаил Чернявский. И даже фехтовать артисты театра учатся профессионально. По словам артистов, атмосфера спектакля добрая и смелая, поэтому молодому зрителю он будет по душе. Но и критики труппа «Ромео и Жульетты» готова. Анастасия Тюрина, Олег Костромин, телеканал «Юрган». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова